В квартире ветерана Алексея Соколова телефон разрывается от поздравлений. 17 марта жителю Пскова исполнилось 100 лет. Алексей Алексеевич – легенда вооруженных сил России, старейший десантник страны. Служить в армии Алексей Соколов мечтал еще с детства. После окончания школы он работал слесарем-монтажником и параллельно учился на спецкурсах подводного вождения танков. Когда Соколову исполнилось 18, его призвали в армию. Это моя боевая сумка со всеми всегда документами. Он прошел три войны – советско-финскую, Великую Отечественную и советско-японскую. Надо психологически все переносить спокойно, несмотря на ужасы. Алексей Алексеевич остался в армии и после победы. Отдал службе Отечеству большую часть жизни – 70 лет. С оружием связана не только профессия старейшего десантника России, а в ВДВ Соколов попал сразу после войны. Гвардии полковник в отставке всегда увлекался охотой. Такое хобби в мирное время позволяло ветерану держать себя в боевой форме. Несколько лет назад выезжать на охоту Алексей Соколов перестал из-за возраста. А вот с другим своим увлечением фотоаппаратом не расстается до сих пор. Ветеран очень любит фотографироваться. Внимание, внимание, внимание. И часто фотографирует сам. Это вот сейчас, да. Да, да, да. Ну, резкость хорошая. Нормально. Нормально. Да. Вопросы журналистов о долголетии ему порядком надоели, признается столетний ветеран. В ответ на них он обычно отшучивается, а потом рассказывает об этом байке. И никакой водки. А я купался в реке Серёхе только. Вам это достаточно? Он думал, думал. Я говорю, если достаточно, я прошу вас удалиться. Готовясь к столетию, Алексей Алексеевич сам составил список приглашенных на официальную церемонию и подготовил речь, которой встретит гостей. В ней признается ветеран. Его главный девиз – несмотря на возраст, жить в полную силу. И если это всё мы одолели, то старость и болезнь сможем тоже одолеть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова